Передаю слово Илье. Илья, вот как бы презентация. Да, спасибо большое. Можно я в качестве, чтобы вы сказали, да, правда или нет. Я узнал, что произошло сильное изменение объемов продаж со стороны застройщиков здесь в Краснодаре, ну, скажем так, после лета. Это правда или нет? Да, это правда, это произошло во всем Краснодарском крае практически. Действительно, начиная с августа месяца объем продаж существенно снизился. В связи с чем? Есть какой-то... Я, наверное, отвечу на этот вопрос. Хорошо, давайте тогда. Я постараюсь быть, на самом деле, достаточно кратким, и потом мы лучше подискутируем, да, и какие-то вопросы друг другу позадаем и поспорим. Первое, о чем я хотел бы сказать, на самом деле, в чем я абсолютно уверен, та ситуация, которая была в Краснодаре, ну, и в Сочи, пожалуй, да, скажем так, в Краснодарском крае на протяжении 20-го и 21-го годов, она точно войдет в учебники по девелопменту. Вот абсолютно точно этот кейс будет разбираться и изучаться очень долго, и более того, я еще не понимаю, с какой стороны, какие будут выводы, потому что пока что вся история находится в процессе, она еще в развитии, у нас еще нет финального понимания, чем это закончится, но абсолютно точно этот кейс будут разбирать очень многие. Можно? Да, почему? Я просто, на самом деле, бы начал вот именно с этого слайда, да, я думаю, что сразу все станет понятно. Это динамика цены одного квадратного метра на первичном рынке в Краснодаре за последние годы. Да, как вы видите, на сегодняшний день она возросла до 107 тысяч рублей за квадратный метр, при том, что еще полтора года назад это была цифра 59 тысяч рублей за метр квадратный, а до этого, как мы видим, в течение очень многих лет она колебалась, да, на отметке, там, плюс-минус, там, 50 тысяч, 48-49, да, то есть рост за 2020 год произошел порядка 20-22%, еще более 90% роста случилось, да, около 90% случилось в 2021 году. То есть, как видно, на начало 2020 года цифра 59 тысяч, сейчас 107 тысяч рублей за метр квадратный. Ну, слушайте, очевидно, что такого, ну, не знаю, это редко бывает. Я помню, что до этого года, я все время рассказывал на всех конференциях, что вы, а вот вы помните, в 2007 году был уникальный рост, когда рост цен доходил в эконом-классе до 42% в год, и это казалось, да, какой-то фантастической цифрой, особенно, когда мы это обсуждали в 2015 году. На сегодняшний день видно, что даже более 100% на рост за полтора года, это уже не фантастика, это есть реальность. При этом вот эта цифра 107 тысяч рублей за метр квадратный, на самом деле, это уже цифра очищенная, очищенная от акций, скидок, от льготных ипотечных программ, потому что если мы просто будем обзванивать отделы продаж и спрашивать декларируемые цены, то мы увидим, что средневзвешенная цена у нас где-то будет порядка 128 тысяч рублей за метр квадратный. Но дело в том, что есть льготные ипотеки по 1%, 2%, 3%, это все-таки достаточно существенная реальная скидка на квадратный метр. Есть скидки акционные, да, и тогда, если мы все это очищаем, у нас получается порядка 107 тысяч. Но, тем не менее, цифра все равно психологический рубеж в 100 тысяч преодолела, это психологически тяжелая цифра. Про что Борис говорил про Екатеринбург, да, когда мы два года назад сравнивали бы Краснодар и Екатеринбург, Краснодар был бы 58 тысяч рублей за метр квадратный, Екатеринбург, Казань в то время были 80-85, да, 90 тысяч рублей за метр квадратный. Сейчас там ситуация тоже изменилась, да, то есть во всей России был Россен, это общая российская тенденция, но он где-то происходил порядка, есть очень большие различия по городам, но давайте вот для примера, если это была Казань, например, да, то этот рост был 22% в 2020 году и 18% в этом году. Вот, если мы говорим про Екатеринбург, то там рост был, по-моему, в районе 18% в прошлом году, 12% в этом году, да, то есть рост действительно везде был, но он мало где превышал 15-20%, там 22% за прошлый год и чуть поменьше за текущий год, да, то есть Краснодар в этом плане все равно выделяется. Если раньше мы действительно говорили, что переезд в Краснодар, он не то, что безболезненный, он еще и повышает, да, то есть твою, как бы, жилищную обеспеченность, уровень класса жилья еще и на машину останется, да, там купить новую, то теперь, конечно, во многих городах продажа собственной недвижимости и переезд в Краснодар уже не будет приносить тех дивидендов, как это было раньше. Вот, поэтому цена достаточно высокая, и здесь мне тоже, на самом деле, хотелось бы, чтобы мы это все обсудили сегодня, да, потому что насколько она психологически приемлема, насколько эта новая реальность, она окажется стабильной и долгой, да, то есть здесь вот можно еще очень долго спорить, потому что причины, конечно, да, то есть с одной стороны, ну, то есть, ну, не бывает такого роста, да, то есть это невозможно, с другой стороны, мы понимаем, что в Краснодаре была, конечно, уникальная ситуация, когда, да, почему, наверное, этот рост возможен, почему мне даже кажется, что покупатель, он морально, ну, 90, 100, даже 110 тысяч рублей за метр квадратный обычного жилья, там, комфорт-класса, да, то есть даже стандартного класса он довольно быстро научился воспринимать как должное, потому что где-то есть психологически даже на уровне обычного покупателя понимание, что таких цен, которые были раньше в Краснодаре, это была аномалия, их в принципе не должно быть, то, что они на протяжении очень долгих лет держались на одной отметке, причем на отметке, которая была одной из самых низких в России, да, то есть это вот такая череда рыночных, ну, не то чтобы случайностей, но во всяком случае таких рыночных аномалий, вот, да, то есть, и все, безусловно, должно было бы не так, я думаю, что мало кто сомневается, что там цена в Екатеринбурге или в Казани, да, там, два года назад, там, должна быть выше, чем в Краснодаре, да, нет, она должна быть, ну, как минимум, они должны были бы быть на сопоставимом уровне, поэтому, наверное, сейчас, вот, можно оценивать данный уровень цен как, ну, некое достижение справедливых отметок, да, наверное, тяжело пережить, когда это увеличивается ровно за год, да, но с другой стороны, да, то есть выгоды и преимущества от этой низкой цены все могли использовать предыдущие лет 7-8, да, и теперь уже, ну, просто, я бы это характеризовал как то, что некий справедливый уровень цен, он, как бы, достигнут, вот, это не исключает, на самом деле, что, наверное, возможно, некая коррекция в отрицательную сторону, вряд ли она будет какой-то существенной, да, но, наверное, да, то есть, там, в течение следующего года, в зависимости от того, насколько спрос может существенно просесть, а мы говорили, да, что все-таки второе полугодие, оно, в отличие от первого полугодия, с точки зрения спроса, очень существенно подкорректировалось в отрицательную сторону, возможно, какая-то коррекция произойдет, но, тем не менее, ожидать старых цен или какого-то существенного снижения я бы уже не стал. Пару, наверное, цифр, давайте тогда сразу пройдемся просто по объемам строительства, Краснодар всегда, как был, так и остался городом с очень высокими объемами строительства, на сегодняшний день порядка верхние цифры показывают общий объем строительства в городе, где-то порядка 4,5 миллионов квадратных метров, да, то есть, как мы знаем, Краснодар в рейтингах-то хорошо всегда побеждал, потому что очень приятно делить какую-нибудь цифру, делить на, там, миллион или на 800 тысяч человек официального населения, да, как мы сейчас понимаем, скорее всего, будет озвучена цифра в миллион, как 650 тысяч человек, да, то есть, если делить на эти цифры, то некоторые показатели могут просесть, но с точки зрения объемов строительства, если мы даже, там, на миллион 600 разделим, у нас все равно получается, ну, в районе трех квадратных метров на человека, это все равно большие объемы строительства, в среднем по другим городам-миллионникам это полтора, максимум два, а так обычно в районе одного квадратного метра. Нижний график диаграммы показывает, который отмечен красным цветом, объем новых проектов, я думаю, это тоже будет удивление, вот, потому что у меня, кстати, вызывает, да, достаточно много, большое удивление этой цифры, за первые три квартала, здесь 21-го написана эта печатка, понятно, 22-го, а, нет, 20-го квартала, все верно, за первые три квартала 21-го года объем новых проектов составил почти 1,7 миллиона квадратных метров, ну, просто для примера, да, можно посмотреть влево это все годы до этого, да, то есть мы видим, что только за три квартала мы уже приблизились к годовым данным новых проектов за прошлые периоды, при этом все ожидали, что объем строительства упадет, да, жестко, жестко получать разрешение на строительство, меньше станет проектов, застройщиков, проектное финансирование, кризис и так далее, думали, что будет провал из-за того, что, ну, все-таки работать на рынке стало сложнее, нет, никакого провала нет, да, то есть и в этом смысле, ну, это и хорошая новость, и плохая, да, то есть хорошая новость, что есть, что строить, есть, что продавать, да, то есть есть с чем работать, да, хорошая новость, наверное, в том, что, ну, все-таки конкуренция, она нарастает, и, как бы, цена не так уж сильно сможет расти, это даже неплохая новость для девелоперов, да, потому что я думаю, что, в принципе, сложившийся уровень цен, он как-то позволяет уже работать и при этом уровне, да, если покупатель на это будет нормально реагировать, да, предложение есть и есть с чем работать, поэтому, Но, тем не менее, это просто хорошо иллюстрирует, что, наверное, какого-то дефицита, провала, его на рынке в Краснодаре нет, объем предложения стабильно пополняется. На сегодняшний день в стадии строительства находится порядка 99 тысяч квартир, то есть 100 тысяч квартир. 100 тысяч семей могут приехать, опять будем говорить про межрегиональные сделки, про поток, пожалуйста, 100 тысяч квартир строятся, ждут вас. Но, правда, не все 100 тысяч квартир ждут своих покупателей, потому что половина из них продана. На сегодняшний день на рынке порядка 49 тысяч квартир в остатках, то есть где-то 50 тысяч семей мы готовы прямо сейчас уже принимать и жилье для них готовится. Как вы видите из этого слайда, средняя площадь квартир составляет 40, а вот что-то здесь не вижу, а, ну вот оно вверху, график это значение средней площади жилой единицы, на сегодняшний день это 46 квадратных метров. Да, понятно, что цифра падает с 2010 года, все ниже и ниже. Начинали с 66 квадратных метров, то есть в 2010 году средняя площадь строящейся жилой единицы 66, а в 2001 году спустя 11 лет она составляет 46, то есть на 20 квадратных метров упало. Да, очевидно, что много студий, и здесь вы видите, как доля росла за последние годы, на сегодняшний день почти 14% строящихся квартир это студии, и порядка 47% квартир это однокомнатные квартиры. Вот, если мы будем рассматривать внутри, какой они площади, то будет видно, что и студии, и даже однушки это все равно очень компактные варианты, то есть 60% всего, что строится, это компактные однокомнатные предложения, порядка 30% это двухкомнатные квартиры и совсем маленький объем трех и более комнатных квартир, на них приходится чуть больше 7%, 7,5%. Здесь, собственно говоря, наверное, можно говорить, что, ну, уже значение средней площади достигло минимума, уже дальше физически уплотняться невозможно, да, можно, конечно, в Сочи, допустим, там средняя площадь строящейся квартиры еще, да и сейчас, собственно говоря, по новому жилью, сейчас было в этом году по новым объектам, которые вышли, 32 квадратных метра, то есть, то есть фактически можно сказать, что вышли только студии среди новых проектов. Средняя по рынку 38, по-моему, а среди новых проектов 32, то есть, то есть кроме студии не строится ничего, но это Сочи, это отдельная история, отдельная песня, где тоже уровень цен, как сразу забегая, не вперед, а просто скажу, в Краснодаре рост существенный, в Сочи на тот же период, на начало 2020 года 174 тысячи рублей за метр квадратный, один на первичном рынке стоимость. То есть, на сегодняшний день, сколько? Я жду, когда вы скажете. 486. Под 500, да. 486, да, то есть это три раза, ровно, ну, почти в три раза надо было умножить это все. Вот, да, то есть, поэтому, на самом деле, предел какой-то достигнут, да, то есть, я думаю, что то предложение, которое на рынке сегодня есть, оно примерно и зафиксируется на этом уровне. Ну, цены по классам, вот здесь видно, да, что у нас основной объем рынка в комфорт-классе, как бы в среднем, как здесь написано, зафиксировано, это порядка 130 тысяч рублей за метр квадратный, это вот здесь цифра только от цифры 127 неочищенной, то есть, это по ценам предложения. Да, но и отдельно обратим внимание на бизнес, на элитный класс, да, чего раньше никогда Краснодар не видел, средней цены в 200 тысяч, тем более в 300 тысяч рублей за метр квадратный, то есть, она появляется, да, это есть, как бы, да, то есть, раньше у нас все-таки, я помню, что, наверное, года три назад максимальный уровень цен, ну, не знаю, был 180 или там 140, иногда до 180 доходил по некоторым объектам, то есть, сейчас уже 200-300, это тоже, как бы, сложившаяся цифра. Ну, вот, по числу сделок, да, можно посмотреть, что было Краснодар, самый емкий рынок в России с точки зрения городов, да, то есть, в прошлом году у нас было, там, 35 больше тысяч сделок только на первичном рынке, да, 35 тысяч квартир было продано, в этом году за три квартала это 26 тысяч сделок, я думаю, что мы там плюс-минус, наверное, до 30 все-таки дотянем, да, вот, но получилось, получится все равно меньше, чем в 20-м году, да, но еще раз говорю, это объяснимо, потому что понятно, что, как бы, как бы люди не привыкали к новой цене, но когда она повышается в два раза за такой короткий период, это тоже на спросе не могло не сказаться, поэтому, вот, с учетом этого у нас провала, который происходит во втором полугодии, во втором полугодии, все-таки до цифр прошлого года мы, мы пока не дотянем, но при этом всем, кстати, это все равно будет выше, чем в 19-м году, выше, чем в 18-м году, то есть, в этом смысл, да, обычно, вот, черные лебеди, да, это так воспринимается, как что-то, что меняет ситуацию кардинально, и почему-то ощущается, что в худшую сторону, да, но мне кажется, рынок недвижимости в этом плане, вот, хотя потрясение, это плохо, на самом деле, всегда для всех, лучше всегда стабильные, плавные изменения, да, к ним можно подстроиться, и рынок остается сбалансированным, но, тем не менее, все-таки грех жаловаться, да, то есть, все, все российские девелоперы чувствуют себя в последние два года достаточно, достаточно комфортно, и все переживали, что переход на проектное финансирование очень выйдет сложным, да, но, как мы видим, вот, по 21-му году, по объему новых проектов, хотя бы в Краснодаре, что цифра очень существенная, и здесь никаких, никаких проблем у девелоперов не возникло. Ну, и вот, с точки зрения количества остатков, уже буду сейчас на этом завершать, с точки зрения количества остатков и коэффициента поглощения, как мы его называем, коэффициент поглощения, это то, за сколько продадутся все оставшиеся квартиры на рынке при текущем уровне спроса. Так вот, в Краснодаре все квартиры продадутся за 1,3 года, да, нужно для того, чтобы все, если ничего нового не будет выходить, если спрос будет таким же, как он был в этом году, то тогда за 1,3 года мы распродадим все остатки, которые есть на рынке. Что это значит? Это значит, что рынок в состоянии баланса. Точно можно с уверенностью сказать, никакого дефицита нет. Вот, поэтому все-таки, если кто-то будет рассказывать, что ничего на рынке не осталось и нечего покупать, да нет, есть что покупать, да, то есть там баланс на рынке присутствует. Ну и профицита это тоже нет. А мы помним, что мы много лет говорили всегда о том, что на рынке переизбыток, да, если там в 16-15 году был огромный переизбыток квартир, его нет сейчас, да. То есть рынок находится в состоянии равновесия, это на самом деле, в принципе, достаточно неплохой знак для всех, да, как я говорил, лучше стабильное поступательное развитие, чем какие-то резкие движения, поэтому это нам предполагает, позволяет прогнозировать, что, наверное, в 22-м году резких изменений не будет, да, как я уже говорил, там, цена не опустится точно, не вернется до прежнего уровня. Да, возможно, на отдельные объекты она может корректироваться в отрицательную сторону, как-то может средняя цена балансировать вокруг, там, 100 тысяч рублей, но, тем не менее, да, никакого радикального или даже существенного снижения цен не произойдет, они останутся на этом уровне и с высокой долей вероятности можно предполагать, что в течение 22-го года мы примерно будем наблюдать ту же картину, которую вот видим во втором полугодии этого года. Вот, наверное, пожалуй, на этом закончу. Субтитры создавал DimaTorzok